Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Лето пролетело очень довольно-таки быстро, и пришло время осенних переживаний, прежде всего, наверное, касаемо родителей и их детей, причем детей разных. Я имею в виду и детей, которые в садик пойдут, которые в школу пойдут, ну и которые в вуз пойдут, потому что поступили. Одним словом, сентябрь у нас, хочешь не хочешь, ассоциируется прежде всего с образованием. И об этом мы сегодня решили поговорить с очень хорошо известным, почетным гражданином городского округа Люберцы Лидией Николаевной Антоновой, депутатом Московской областной думы 7-го созыва, доктором педагогических наук, профессором, заслуженным учителем Российской Федерации, заслуженным работником образования Московской области. Так что сам Бог велел говорить об образовании, причем очень долго и разнообразно. Здравствуйте, Лидия Николаевна. Добрый день. Вот вы помните свое первое сентября? Да, конечно. Первый класс. Помню. Очень хорошо помню. Вы знаете, наверное, потому что семья к этому готовилась, и все-таки мы родились в послевоенное время, и родители, которые прошли войну, для них это было очень значимо, что у них после войны уже такие поздние довольно-таки эти дети. И я помню, что в нашей Малаховской школе, тогда номер один, сейчас номер 46, было много первых классов АБВДГ, то есть я так понимаю, что те, кто возвращался, уже прошло несколько лет после войны, но люди хотели детей в семьях. Ну, любовь, потому что все-таки разлука была, да. И хотя уже вот им было где-то 30, этому поколению, 20-х рождения годов, которые пошли на фронт. По тем временам поздние уже такие тоже. Да, и у нас был замечательный директор Шварцман Афим Давыдович, я думаю, многие малаховчане помнят его и в Люберцах помнят, он был тоже фронтовик, очень красивый, интеллигентный, ну, один из лучших директоров такой, знаете, России. Вот, и я помню эту замечательную линейку, и там был такой момент, который потом мне уже родители рассказывали, и сам Эфим Давыдович, с которым я много лет дружила, он говорил, что линейка была бурной, такой много людей, и потом он сказал, ну, может быть, кто-то из первоклассников хочет сказать. Ух ты! И вот мои родители очень удивились, я была одна из по росту небольших первоклассниц, вот, и я вдруг выскочила, значит, на эти ступеньки, вот, и там произнесла слова, какие-то добрые, наверное, хорошие слова, вот, и этим запомнилось учителям, директорам и родителям. Ишь какая, подумали, да? Да, вот, ишь какая, да. Ну, вот это был мой первый сентябрь, я его помню, и я думаю, что это здорово, когда люди помнят свою школу, свой первый сентября. Ну, и тем более, что жизнь нам преподносит самые разные повороты, да, ну, разные поколения, по-разному всё происходит. И, конечно, сравнивать сегодняшнее молодое поколение и ваше, моё поколение. Это вот такой разговор на три дня где-нибудь на озере. Но сегодня мы будем говорить о другом, потому что образование – это тоже такая тема вечной реформы, вечных каких-то изменений, споров, преобразований, потому что когда человек чему-то научился, что-то познал, и он понимает, что зачем кому-то идти по неправильной, может быть, дороге, или что-то можно сократить, или что-то добавить. И поэтому, как и медицина, такая у нас сфера вечных реформ. И это, наверное, неплохо, потому что если один раз сказать, что вот только это лекарство будет вас лечить, то тогда никогда ничего нового мы не узнаем. Поэтому предлагаю поговорить сегодня об образовании, тем более, что вот совсем недавно, в конце августа, в Доме правительства прошёл форум Подмосковья. Вот что это за форум был и что там обсуждалось? Ну, во-первых, спасибо, что эта тема волнует наше телевидение, наши СМИ. Дмитрий Менделеев, наш выдающийся мирового уровня учёный, очень интересно сказал когда-то, что образование определяет быт и судьбу людей и государства. Это действительно так. И вот я хочу сказать, что форум, который состоялся в Красногорске, в нашем здании правительства, он собрал представителей всех наших территорий, и он был посвящён тому, какое место занимает образование Московской области на карте России, с чем оно встречает новый учебный год, какие у нас приоритеты. И, конечно, все восприняли очень интересное выступление губернатора области Андреевича Воробьёва, который дал высокую оценку образованию и вспомнил тот большой путь, который прошло и проходит образование Московской области. Мы услышали и увидели те приоритетные направления, это сдача новых школ, потому что население растёт в Московской области. Только в Люберцах у нас первоклассников почти около 500 человек больше. То есть у нас тут прирост населения. Мы инвестиционно-привлегательный регион. Несмотря на все трудные времена, Московская область развивается, строится и, конечно, это всё отражается на образовании. Был разговор хороший о качестве образования, о качестве воспитания, о тех победах, к которым пришли наши выпускники в этом году. Да, много говорили об этом. Да, о роли молодых учителей, о роли ветеранов. Безусловно, не остались равнодушны к выступлению Никиты Михалкова. Знаете, вот много лет мы наблюдаем за его творчеством. И я, например, конечно, как многие другие, влюблена в его образ, который он создал в фильме «Я шагаю по Москве». Хотя потом было много других замечательных фильмов. Но вот он у меня ассоциируется с такой весной Москвой, Россией, вот новой такой, да. И он очень такой свой, очень интересный экскурс дал исторические события сегодняшнего дня. То есть я думаю, что форум был интересен, что было много тех мыслей, которые возникли у педагогов, и с чем они поедут и придут 1 сентября на уроки. А как вы считаете, вот многие столкнулись, дети, родители, причем родители детей, которые растут, да, и из школы потом уходят в вуз, и вообще во взрослую жизнь. Насколько сегодня строчка вот ковид, постковид, вот эти два фактически года, ну полтора точно, которые очень изменили ситуацию, этому уделялось какое-то внимание, психологического такого выхода из этого состояния? Понятно, что он никуда не делся, ковид, но мы научились, по крайней мере, его сейчас обуздали чуть-чуть. Уже не будет такого, как раньше. Этот какой-то осадок остался? Я думаю, знаете, вот одно из таких, может быть, важных выводов, которые, я думаю, мы многие к ним пришли в результате вот этих нескольких лет, это то, что в быстром режиме надо было переосмыслить возможность дистанционного и очного обучения. По-новому совершенно. По-новому, да. И то, что как бы где-то, ну как бы декларировалось, что мы готовы к полному вот дистанционному обучению, показало, что это неправда, и что, конечно, надо не только оснащать, например, нашей аудитории, и там повышать скорость интернета, возможности, доступа и так далее. Очень важно, что в нашей голове происходит, потому что вот здесь действительно было педагогам трудно, я думаю, что не только общеобразовательных школ, но и высшей школе, потому что одно дело, человек привык читать лекцию или давать урок и смотрит в глаза своих воспитанников. Тактильно, что называется, да, то есть все видят, все понимают. А другое дело, ты видишь экран, и ученик, особенно если, ну даже не то, что нерадивый, это просто природа человека, он может отвлечься, он может как бы перед экраном, да. В общем, это был, конечно, очень большой шок для родителей, педагогов. Я хочу сказать, ну, в принципе, достойно прошли. Конечно, наверное, надо было, особенно в каких-то предметах, где нужно не только головой, как бы и руками, там, да, физика, химия, или там вузы, которые практика, это было сложно. Но это каким-то образом зато старались наверстать. Поэтому вот родители очень боялись, что будет только электронное образование, только для, так, значит, типа, знаете, как родители говорили, ага, ставят школу только для богатых, ну, типа очной. Вы знаете, я думаю, что жизнь, она ведь нам как бы подсказывает решение вопросов. Понятно, что в современном мире должны присутствовать как очные, так и заочные формы, я имею в виду заочные, дистанционные, потому что где-то можно быстрее получить информацию, где-то есть более качественный продукт, который может помочь разъяснить ту или иную тему. Но надо делать это разумно, и тогда, когда это именно на пользу. В какой степени это был такой новый вызов, если правильно им воспользоваться, то сочетание этих форм позволит... Да, это безусловно. Потому что, ну, например, я помню, сейчас на секунду от образования, когда неожиданно все, ну, ведущие театры мира выложили бесплатно, да, свои работы. То есть для человека, который интересуется театром, для актера того же, который собирается быть актером или режиссером, ну, посмотреть это, когда он мог бы это увидеть бы. Поэтому вот сейчас важно уловить этот момент, да, и попытаться его внедрить по-новому. Я знаю, что вы принимаете участие, ну, по крайней мере, душа ваша точно настроена... Знаете, как вот раньше говорили? Вот раньше было хорошо образование в СССР. И казалось бы, что людям уже с опытом, ну, это логично приписывать. Я знаю, что вы немножко по-другому смотрите на эту проблему, потому что понимаете о том, что каждое новое поколение, оно новое. Конечно. И нельзя одними и теми же методами пользоваться. Вот на ваш взгляд, что сегодня необходимо для того, чтобы ребёнок почувствовал не только, что его заставляют идти в школу, хотя всегда так было, но что ему хотелось туда идти? Конечно, очень многое зависит от настроя семьи, безусловно, и от настроя самой школы, самого учителя. Знаете, вот когда мы, естественно, критикуют, каждый человек критикует что-то или в прошлом, или в сегодняшнем, или как он думает о будущем, и нам иногда кажется, что было лучше, ну, просто потому что мы были моложе, и нам было интереснее что-то. Но дело в том, что на сегодняшний день есть такие, знаете, как бы точки отсчёта, которые должны нам помогать выстраивать стратегию образования. Конечно, очень важно сегодня, как и всегда было, это когда сам учитель любит свою профессию, именно любит. Не просто он её знает, не только он хороший профессионал, у него сумма знаний и так далее, но когда он хочет эти знания в интересной форме передать, потому что эта функция пока не отменена, учитель передаёт знания. Но если мы не научим учащегося стремиться к получению этих знаний, чтобы ему было интересно, да, то передать можно. Я здесь читала очередной журнал «Образовательная политика», и там один наш известный педагог, он такую фразу привёл, что сегодня есть учащиеся, ну, это в хорошем смысле он привёл, как иронично несколько, как нафаршированная рыба. Нафаршировали всем, а вот насколько есть навыки плыть, да, я эту фразу запомнила. Сохранились ли они? Да, поэтому сегодня очень важно, чтобы мы могли, мы, я имею в виду, педагогическое сообщество, родители и общество в целом, мотивировать на то, чтобы им было интересно учиться. Обдумаем это сейчас, да, сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в госях Лидия Николаевна Антонова, заслуженный учитель Российской Федерации, заслуженный работник образования Московской области, ну и депутат Московской областной думы 7-го созыва. После небольшой паузы вернёмся и продолжим говорить об образовании. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Лидия Николаевна Антонова, депутат Московской областной думы 7-го созыва, доктор педагогических наук, много регалий и выделил специально заслуженный учитель Российской Федерации, потому что говорим мы сегодня об образовании. Ну и, помимо всего прочего, Лидия Николаевна ещё действительно член академика Российской академии образования. А как вот люди, которых мы называем во всех сферах академики, как они воспринимают? Ведь это кажется вообще где-то там академик, и где-то здесь этот несчастный первоклассник, за которого всё должны продумать, правильный учебник разработать, правильные технологии предложить, создать лаборатории и так далее. Нету разрыва поколений сегодня? Ну, вы знаете, я думаю, конечно, такой разрыв может быть чисто психологический, но на практике сегодня, вот если возьмём нашу родную Российскую академию образования, где я имею честь состоять, она очень ориентирована на практическую деятельность со школами. Наш президент Ольга Юрьевна Васильева, она как бы поставила это как основную задачу сегодня нашей академии. И у нас многие академики, они академики из образования реально, которые преподавали в школах, которые вели большие управленческие системы. То есть были на земле, как у нас говорят. Были на земле, да. Вот опять-таки, читая последние публикации, например, своего коллеги Исаака Калины, которые когда-то были региональными министрами, сейчас он занимается повышением квалификации на уровне Москвы и Федерации, и он очень хорошую мысль высказал, что готова ли школа отвечать не просто за тот период, когда дети в школе, а за то, как они будут жить потом, вне школы. Умеем ли мы так воспитать человека, чтобы он был готов к тому, что вызовы всё круче, всё труднее время, и общество представляет человеку. То есть это не мог бы сказать человек, оторванный от действительности. Поэтому у нас много интересных академиков в Академии, и я рада, что каждый год вот именно практическая составляющая, она улучшается, более сильной становится. И многие, кстати, проекты работают на территории Московской области. И здесь, кстати, не отстаёт и наши ассоциации педагогов в Подмосковье. Там тоже много и педагогов, учителей, и много работников высшей школы. И вот, например, если взять ассоциацию учителей истории, и только за этот год они провели большое количество не только семинаров, диалогов по актуальным темам современности и традиционной истории нашей, но конкретно практические занятия с ребятами, одарёнными в наших Люберцах. То есть очень практическая направленность. Или, например, сегодня большая задача стоит помочь педагогам методически быть готовым к введению новых обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов. Вот в этом году у нас по ряду классов в математике большие изменения. И вот, например, ассоциация педагогов математики Московской области готовит сейчас методические пособия для того, чтобы учитель мог это... Проще войти в это, да. И там есть действительно такие трудные моменты, и они этим занимаются. И это меня очень радует. То есть у нас такой сегодня хорошая тенденция в образовании России – это роль педагогических сообществ в развитии, совершенствовании педагогического мастерства учителя. Не только привычная вот такая управленческая, знаете, вертикаль, когда тебе дают директивы, и ты должен выполнять. Я как учитель, всё-таки первоначально я учитель с большим стажем, я помню и знаю, и до сих пор в это верю. Пока сам учитель не воспримет ту директиву, если она есть как директива, идёт сверху, что это то, что мне нужно, и я этим хочу заниматься, это может остаться на бумаге. И вот именно задача, чтобы сверху и низ, они совпадали, чтобы это было на благо. Ну и чтобы он чувствовал, наверное, самый молодой, неопытный или даже опытный и немолодой учитель, чтобы он чувствовал, что он не один, а что за ним идёт целый коллектив такой, его коллег, которые над этим подумали, поработали, предложили несколько вариантов, чтобы прийти к правильному решению. Конечно, чтобы было именно сообщество. То есть когда ты можешь сравнить свои возможности, можешь узнать, как это лучше сделать, у кого-то получается. Это где-то вот, знаете, как спортсмены. Они же приходят на тренировки других спортсменов, они смотрят. И учитель – это такая профессия, которой учиться надо всю жизнь, безусловно. Вот я ехала к вам, и я учусь, то есть я читаю. И на самом деле жизнь так идёт быстро, что если ты не будешь, как, помните, Алиса в Засеркалье ещё быстрее обижать, то ты будешь стоять на месте. Но главное – не перебежать тоже, да? Прибыть вместо... Вот я к чему веду? Просто очень часто образование советское, постсоветское, российское... Вот, не хочется это слово говорить, но всё равно. Его всегда ругают, да, по разным причинам. За то, что вот иногда решения чуть-чуть запаздывают, то есть время чуть-чуть идёт вперёд, а решение приходит чуть-чуть позже. Либо, сравнивая опять же с медициной, когда, помните, ввели, что человек должен, врач, вместо того, чтобы на тебя хотя бы посмотреть, он 15 минут заполнял фамилиями, отчества, где родился, полных лет и так далее. То есть вроде бы по букве закона всё правильно, потому что всё же должно быть задокументировано, но мне-то хочется, чтобы он на меня хотя бы посмотрел. Вот насколько сегодня вот это соответствие реальности тем вызовам, которые есть у родителей, у детей, да, соответствуют те программы, которые принимаются. Невозможно же программу за месяц сделать и новую принять. Ну, вы очень хорошую тему затронули. Это тема, которая говорит о том, что есть сегодня, как во всех отраслях в образовании, понятие рейтингования, да, мониторинг, рейтинги и так далее. Вот насколько эти результаты рейтингов соответствуют реальным навыкам, которые приобретают дети в школе, реально тем, как бы, копилки знаний, которые им поможет стать личностью и развиваться. Эта тема интересная, она одна из самых таких актуальных тем сейчас педагогических исследований. И вот здесь, конечно, знаете, я думаю, почему отстаёт? Потому что родители и дети, они участники процесса. Учитель тоже участник процесса. Управленческая линия, видите, у нас огромная страна, у нас регионы разные. Тут очень сложно, чтобы было... Знаете, единое хорошо, но оно должно быть единое в разнообразии. Или разнообразие в единстве. Реакция была быстрая. Да, потому что, понимаете, есть национальные республики, есть свои традиции. И если мы будем только всё... Как говорят, нам нужен, да, проще быть с одним учебником, проще. Но как в этот один учебник вписать особенности, например, Московской области и, например, Татарстана, чтобы там всё было? Не получится. Не получится. Значит, всё равно понятно, что должна быть разумность. Не бесконечное количество учебников, а разумное. Но всё-таки вариативность в образовании нужна, потому что мы люди разные. У нас должны быть идеалы, которые нас объединяют. Это да, патриотизм, добросердечность, я не знаю, там... Но много качеств, которыми считаем... Умение жить правильно. Умение жить, трудолюбие и так далее. Но есть вещи, которые характерны каждому народу, и это надо развивать и поддерживать. То есть гибкая должна быть система. Да, понимаете, то есть можно строить единство в разнообразии и учитывать всё это. Поэтому вот с точки зрения образования здесь, безусловно, с одной стороны, рейтинги... Да, понимаете, с рейтингами просто легче. Конечно. Когда управленец, получается, эти таблицы... Я тоже много лет управленцем была. Но если это всё время уходит на таблицы рейтингования... В галочку. Да, то, что вы сказали, мы забудем про ребёнка. Поэтому последние документы федеральные, которые к нам пришли, нас радуют. Учитель сегодня обязан заполнить только пять основных документов. Но посмотрим, как это будет реально в жизни. Хорошо. Поэтому это уже радует. Очень важный вопрос хочу сейчас поднять, потому что до сих пор многие не могут для себя дать на него ответ. Прежде всего, даже профессионалы не могут. Потому что учение и воспитание. Научить-то, наверное, можно. Я не знаю, машину водить можно научить? Можно научить. Нужно для этого воспитывать вопрос. Воспитывать нужно, наверное, каких-то там некоему мастерству. Поэтому очень многие молодые учителя и даже учителя со стажем, они технологичны. У них как бы не стоит задача что-то в человеке поменять. Получить вот эти баллы, всё хорошо, сдать его в высшую учебное заведение. Ну, конечно, чтобы ничего плохого не натворил за время школьного периода, потому что это тоже отчётность. А потом хоть трава не расти. И поэтому даже я помню, в советское время мы молодыми студентами всегда считалось, что в педагогику идут в основном девочки, потому что там попроще. Ну, и как-то так... Ну, я учился просто на физтехе моё первое образование, там всё жёстко было. Но насколько воспитание является сегодня важной составляющей образования? Вот это главный вопрос. Я к нему долго шёл, но мне кажется, это важно. Да, безусловно. И я уверена, что обучение и воспитание это, конечно, опять-таки, две стороны одного процесса. Потому что любое обучение, любое учебный процесс – это действие. В принципе, что объединяет людей? Это старая мудрость. Людей объединяет общее дело. Поэтому вот здесь оторвать обучение от воспитания очень трудно. Даже те педагоги, которые, как бы, знаете, был период, не так давно, когда говорилось, педагог – это тот, кто входит в класс, даёт сумму знаний, и из него выходит... Я помню, как это... Сумму знаний, это хоррировалось на совещании, да. Это невозможно. Даже своим нежеланием воспитывать он уже воспитывал, понимаете? Поэтому на самом деле у нас есть прекрасные педагоги, которые отличные воспитатели, и не очень сильные, может быть, предметники, такие есть. Но тем, что они умеют мотивировать детей к общению с собой, они их мотивируют затем к изучению предмета. И здесь, конечно, очень большая роль дополнительного образования, которое вне школьного процесса, это их как бы конёк, да. И с другой стороны есть прекрасные носители большой суммы знаний, энциклопедических, которые умеют это преподнести. Но если он не будет чувствовать аудиторию, класс, душу каждого ребёнка, наверное, скажут, это идеал, душу каждого ребёнка, то, понимаете, то это будет направлено на того, кто примет. Это какой-то небольшой процент в этой группе детей. Как правило, не все дети так мотивированы, чтобы вот даже если у него дистанционный экран, там учитель даёт урок, и он прямо добросовестно. Сколько таких? Один, два, три из группы детей. А вот захватить своим умением мотивировать ребёнка, чтобы он был таким, чтобы ему было интересно, и он не считал время, сколько останется до конца урока, это как раз и называется... И ещё хотел остаться, да. Да, как это называется, как стать хорошим учителем. В этом разница... Сегодня один очень хороший человек спросил, в чём разница понятия педагог и учитель? Вот как раз в этом разница. Поэтому настоящий учитель – это педагог и воспитатель, безусловно. Ну и финальный вопрос. Не могу его не задать. Накануне, так сказать, 1 сентября, или даже... Потому что 1 сентября у нас там на целых 10 дней раскатывается, где-то позже начинается, тем более тут мы в выходные попадаем. Вот новая школа будущего, вот вы с высоты своих таких больших педагогических знаний, какой она будет? И скоро ли это новая школа будущего? Знаете, новая школа, она уже сегодня есть. То, что происходит каждый день в школе, это и есть новая школа. В ней есть то, что сегодня, в ней есть то, что лучшее было, и в ней растёт, может быть, ещё незаметно, то, что будет. Конечно, любой учитель, мне кажется, хочет иметь такую школу, когда-то Сухомлинский, большой педагог наш великий, называл это «Школа радости». То есть то, куда ты стремишься, куда ты не можешь не пойти, через экран дистанционно, через ножками прийти, то, где тебя ждут, то, где тебя уважают, независимо от возраста и твоих оценок, то, где тебя любят. Вот это очень важно. И вот в этом смысле нам надо беречь опыт тех педагогов, а их много в Московской области, в наших Люберцах, которые умеют это делать. Вот когда мы говорим, почему я начала с предметов, что это важно, труд, я очень хочу, чтобы больше молодых, умных, талантливых ребят приходило в школу. Но не получается, чтобы создать талантливых инженеров, врачей, педагогов, музыкантов и так далее, без талантливых педагогов. Кому-то Бог дал, безусловно, таланты надо развить. И сколько талантов мы не развили, это наша проблема. Поэтому очень хочется, чтобы все молодые учителя, которые в этом году приходят, придут в школу, чтобы они в ней... Да, если им будет очень трудно, а им будет трудно, стопроцентно. Это всегда было, если будет. Чтобы они задержались и подумали, я зачем пришел? Только для себя? Или я пришел для них? Вот понимаете, тот момент такой. Чем больше будет талантливых, свободных, умных учителей, тем больше будет интересных школ, и тем лучше будет, интереснее наша жизнь. А сегодня, особенно вот такой период, когда мы переживаем действительно исторический момент, а что наша опора, в том числе школа? Если родители, наше общество будет верить школе, уважать ее, то школа – это опора, это надежда, это наша любовь. Остается сказать «Здравствуй, школа». Здравствуй, школа, да. Большое спасибо, Лидия Николаевна Антонова, депутат Московской областной думы 7-го созыва, доктор педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации, действительно член-академик Российской академии образования. Поговорили, мне кажется, очень интересно о школе. Прямо захотелось мне тоже в первый класс вернуться. Вот видите, это мотивация. Ну что ж, всем хорошего начала нового учебного года, чтобы родители не особо переживали, ну и чтобы таланты детей раскрылись максимально. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова